Старец Порфирий Кавсакалевит. Байрактарис. Поучение автобиография. Мы знаем, что до конца мира не оскудеет благодать, обитающая во святых угодниках божиих. И тем не менее, когда самому приходится столкнуться с носителем этой благодати, то кажется, что стал невольным свидетелем времен древних и прикоснулся к одному из отцов, не принадлежащему к нашему времени. Одним из таких носителей благодати Божией и был блаженный в памяти старец Порфирий Кавсакалевит. Духовные дары отца Порфирия кажутся невероятными в наше рациональное время. Его восприимчивость ко всему окружающему была сверхъестественной по сравнению с нашим падшим состоянием. Он понимал язык птиц и знал все о них, откуда они прилетели, куда они держат свой путь. Он мог внутренними очами созерцать самые недра земли, бездны морские и недосягаемые космические пространства. Он видел залежи угля и нефти, он видел древние города, погребенные под землей, видел древние события так, как будто он являлся непосредственным свидетелем их, видел места, освященные молитвой, видел ангелов и нечистых духов, видел саму душу человека. Он мог взглянуть на человека и сразу определить его болезнь телесную и душевную. Ему были открыты тайные помышления человеческие. От его прикосновения люди исцелялись, хотя сам он всю жизнь болел и никогда не просил Господа о том, чтобы самому быть исцеленным. Он никогда не искал ничего для себя, но только для славы Божьей и пользы ближнего. Кроткий и смиренный старец Порфирий с годами только приумножал в себе эти благодатные дары, никогда не приписывая их к себе, только Богу. 27 ноября 2013 года Священный Синод Константинопольского Патриарха принял решение о канонизации старца Порфирия. Этот ребенок плод молитв. Был март 1972 года, когда отца Порфирия посетил один из его духовных сыновей, чтобы посоветоваться по личному вопросу. Батюшка принял его с особой радостью, потому что очень его любил и считал членом своей семьи. Тем же отвечал ему его духовный сын. Они беседовали с батюшкой довольно долго и на разные темы, как это часто бывало. Вдруг отец Порфирий неожиданно спросил, а теперь скажи, какой вопрос тебя так сильно волнует? А откуда вы знаете? Я про это никому не говорил. Но давай, Чада, рассказывай. Дело в том, что этот молодой человек познакомился в то время с одной девушкой и прежде чем вступить в законный брак, хотел знать мнение батюшки. Так он поступал всегда, если возникала какая-то жизненно важная ситуация. Если батюшка не давал зеленый свет, он ничего не предпринимал. Итак, он рассказал батюшке о своих обстоятельствах со всеми подробностями, чтобы получить его совет. «У тебя есть фотография этой девушки?» спросил батюшка. «Дай мне ее». Тот дал. Батюшка долго, молча рассматривал фотографию. «Что вы видите, батюшка? Почему ничего не говорите? Она хорошая или нет?» «Она очень хорошая. Только чересчур деятельная и беспокойная. И тебе трудно будет к ней приспособиться. Тогда я ей дам увольнительную. Нет, ты просил у Бога дать тебе врача, и он дал тебе врача. То, что ты просил, он тебе дал. А какой же увольнительной ты теперь говоришь? Да и твои родные ее очень любят. Они хотят прежде своей смерти видеть тебя счастливым и устроенным. Вы будете часто ко мне приходить, и я буду радоваться, любить вас и гордиться вами. Ведь ты же знаешь, как я тебя люблю. И я знаю, как ты меня любишь. Будьте благословенны. С Богом все будет хорошо». Так и случилось. Знакомство завершилось браком. Девушка стала одной из лучших духовных чад батюшки, и он ее очень полюбил. Однако совместная жизнь этой молодой четы началась со скорбей и мучений. Много они пережили, и, как следствие этих волнений, невозможность девушки стать матерью. Чего она так хотела? Несмотря на уверение батюшки, она обошла множество врачей и стратила массу денег, и все напрасно. Батюшка же постоянно говорил ей, «У тебя будет ребенок. Не печалься и не трать зря деньги. Я тебе повторяю, у тебя будет ребенок». И действительно, в скором времени она родила чудного мальчика, просвещенного Бога и благословенного рукой самого батюшки. Следует заметить, что эта молодая чета имеет только одного ребенка. Ведь отец Порфирий говорил, «У тебя будет ребенок», но не говорил, «У тебя будут дети». Если внимательно прислушиваться к его словам, то можно самим постигать их глубинный смысл и делать правильные выводы. Когда отец Порфирий впервые увидел новорожденного, он сказал его родителям, «Этот ребенок – плод молитв». Беседа о воспитании. В 1977 году моя жена забеременела. Мы были от радости. Первым делом мы отправились к отцу Порфирию, чтобы сообщить ему об этом, так как он разделял все наши радости и печали. Батюшка с первого же дня нашего знакомства поддерживал нас своими молитвами и советами, которые всегда были преисполнены мудрости и божественного вдохновения. Получив столь радостное известие, отец Порфирий возрадовался, и его лицо просияло. «Теперь радость ваша исполнилась. Наш добрый Бог все вам даровал. Так как вы добрые, то и Господь добрым рабам своим ни в чем не отказывает, ничего их не лишает. Я ведь вам говорил, что у вас будет ребенок, но вы мне не верили, как Фома неверующий. Я знаю, что вы меня любите, но вы мало веры. Вы легко поддаетесь слабостям и пасуете перед испытаниями. Приезжайте ко мне почаще, так как вы в этом имеете нужду. Когда вы ко мне приходите, я вижу вас тмурыми и мрачными, а когда уходите от меня, вы преображаетесь и уезжаете радостными, счастливыми, и вера ваша укрепляется. И автомобиль ваш не едет, а летит. А пока садитесь-ка, и я вам кое-что скажу, так как вы в скором времени станете родителями. И то, о чем я вам скажу, запомните хорошенько, соблюдайте и выполняйте все в точности, если хотите видеть своего ребенка счастливым, да и самих себя тоже. Сюда ко мне приходят сотни родителей и со слезами на глазах просят помочь их детям, так как те попали в дурное окружение, употребляют наркотики, с руганью набрасываются на родителей, требуя от них денег, чтобы потратить их на карты и другие азартные игры. А когда родителям нечего им дать, они не только угрожают, но и бьют их. Дело доходит до того, что родители проклинают своих детей и тот день и час, когда произвели их на свет Божий. Я видел родителей, плакавших кровавыми слезами из-за своих детей, утративших всякие моральные устои. Нередко они говорили, что лучше бы совсем не иметь детей, потому что тогда была бы у них одна беда, одна печаль, а теперь у них тысячи бед и несчастий. И столько ужасающих проблем такие дети ежедневно создают родителям, что порой им стыдно появляться на людях. Поэтому родители просят меня, чтобы я молился об их детях, дабы спасти их. Когда же я спрашиваю их, что же вы сами делаете для спасения своих несчастных созданий, то, как правило, получаю один и тот же ответ. Мы ничего не можем поделать. Дети вышли из-под нашего контроля еще в подростковом возрасте. Этого и следовало ожидать, поскольку в детские годы вы ничего не сделали для ваших детей, а ждали подросткового возраста, чтобы заняться их воспитанием. Чего же вы теперь хотите? Ждите худшего. А ребенок что? Тесто. Чем мягче тесто, тем легче из него лепить. Чем меньше ребенок, тем легче его исправить, научить чему-то. Теперь, когда вы вспомнили, что у вас есть дети, а скорее они сами вам об этом напомнили своим безобразным поведением, менять что-то уже поздно. Птичка улетела, и если птичка улетела из клетки, в которой мы ее держали, то ее не поймать. Воспитание ребенка является альфой и омегой для родителей по отношению к тому маленькому человеческому существу, которое они при Божьем содействии произвели на свет. Родители, которые не сумели правильно воспитать своего ребенка, потерпели крах во всем. Во всем! Вы меня слышите? Множество родителей посвящают свою жизнь расширению своих промышленных предприятий, увеличению денежных капиталов, и ничего не делают для правильного воспитания детей. В таком случае, скажу я вам, они не только ничего не сделали для своих детей, но наоборот, сделали все, чтобы те стали лентяями, бездельниками и преступниками. Они из детей сделали преступников. И знаете почему? Потому что, когда деньги находятся в руках испорченных людей, они приносят зло и тем, у кого они есть, и другим, тем, у кого их нет. Первые подкупают вторых и пользуются их услугами по своему усмотрению. И делают это никак не для добрых целей. Знаете ли вы такое изречение? Деньги портят совесть. Эта мысль очень правильная. Деньги портят человека, позволяя, помимо прочего, подкупать его совесть. И это идет от сотворения мира. Зачем ходить далеко? Разве Иуда не предал Христа за деньги? За 30 сребреников? Вам этого недостаточно? И это ли не аргумент, доказывающий развращающую роль денег, когда они употребляются людьми, не имеющими внутри себя Бога? И, следовательно, те, кто не воспитывает детей в вере, кого вы думаете они создают? Иуд. Да, именно их. Горе таким родителям. Потому что они собирают сокровища здесь, на земле. И проявляют полное безразличие к Царствию Небесному. Кроме того, поскольку они приобретают материальные блага здесь, не сами они не могут ими вдоволь насладиться, не дурно воспитанные дети, ибо они все и стратят. И знаете, почему так происходит? Потому что родители заражены неизлечимой болезнью, которая называется сребролюбием. В объятиях этой болезни они и умрут. Ибо все другие блага, которые даровал им Бог, оставляют их равнодушными. Так они и умрут, даже не успев насладиться своими сокровищами. А дети их, дойдя до жалкого состояния, будут не способны сохранить приобретенное родителями. Почему? Да потому что сохранять гораздо труднее, чем собирать. Следовательно, правильное воспитание дается не тогда, когда мы хотим или когда нам это удобно. Чаще всего это не так. Для правильного воспитания нужно, чтобы совпали две вещи. Чувство воспитательного долга у родителей по отношению к детям и время, благоприятное для воспитания ребенка. А оно точно совпадает с моментом его зачатия. Воспитание продолжается в течение всего периода беременности и неуклонно усложняется со дня рождения ребенка до того момента, когда ребенок вырастет. Тот, что я вам сейчас говорю, очень важно. Поэтому я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Забота родителей о ребенке начинается с момента, когда он еще находится в очреве своей матери. Да, с тех пор. Как же можно воспитывать эмбрион, да и вообще ребенка, находящегося в очреве матери? А вот как. Сами мы сделать не можем ничего. Тот же, который дал зачатие, он может все. В самом деле, существует ли более великое чудо, чем чудо зачатия? Конечно, нет. Поэтому мы обращаемся и должны обращаться к Богу и горячо просить Его в молитвах, дабы Он позаботился о совершенстве тела и души зачатого ребенка. И Он, благодатью Духа Святаго, будет заботиться о двоих и о матери, и о ребенке. Но на этом наши молитвы не заканчиваются. Наоборот, после рождения младенца, по мере его роста, должны возрастать и наши молитвы. Таким образом, мы на самом деле доверяем Господу правильное воспитание нашего ребенка. А когда наш ребенок находится под непосредственным и постоянным его наблюдением, когда Господь сам его охраняет и покрывает, тогда только мы можем быть уверены, что ребенок никогда не собьется с пути. Я тебя не люблю. Уходи и не возвращайся. Напомню вам об одном ворчливом старике Аскете, который жил на Святой горе и у которого ни один из послушников не мог продержаться более двух-трех дней. Когда же отец Порфирий пытался послужить ему, старый монах отправил его обратно, указал при этом на окно. И батюшка, не теряя времени, выпрыгнул через окно. В этот рассказ, да простит мне блаженный старец, я никогда не мог поверить. Не потому, что сомневался в его искренности. Я далек от такого рода подозрений. Просто я не мог себе даже представить, чтобы батюшка выпрыгнул в окно, проявляя крайнее послушание выжившему из ума старцу, который измучил всех его предшественников. Мне это казалось чем-то абсолютно бессмысленным и в то же время недопустимым. Но Господь, так же любивший батюшку, как и он возлюбил его, не хотел, чтобы этот батюшкин поступок, совершенный им по послушанию, оставался тайным. Много лет спустя, а именно в 1978 году, я сподобился увидеть, как батюшка точно так же выпрыгнул из окна, с одной лишь разницей, что этот случай произошел не на Святой горе, а в Афинах. И сделал он это не для того странного аскета-святогорца, но ради меня, маловера. И именно ради меня. Хорошо помню, это был воскресный день 1978 года. Я поехал вместе с семьей навестить батюшку и провести, как обычно, вместе с ним весь день. Когда мы приехали, там было столько народу, что мы едва могли подойти к нему и получить благословение. Я, правда, успел сказать, что мне очень нужно его видеть, крайне нужно. То же самое сказал и батюшка, ибо он тоже хотел со мной поговорить. Значит, надо было подождать, пока разойдется народ, и я хоть раз в жизни должен был проявить послушание. Однако народ все пребывал и пребывал, между тем приближалось время обеда. После обеда батюшке необходимо было отдохнуть по совету лечащих врачей, так как совсем недавно он перенес первый инфаркт. И в самом деле, отец Порфирий распорядился, чтобы все, кто приехал в СКИД, подошли к нему под благословение. Затем пообедал и прилег отдохнуть. А одна из сестер заперла его в келье, которая тогда находилась на первом этаже. Ключ она унесла с собой, так как нередко батюшку беспокоили даже в часы его короткого отдыха. Жена с нашим 10-месячным ребенком отправилась погулять в лес, а я закрылся в своей машине, которую припарковал около кельи батюшки под громадной сосной, чтобы получше укрыться в ее тени, так как солнце сильно припекало. Там я стал ждать, когда проснется батюшка, чтобы его сразу встретить и успеть поговорить по поводу беспокоившей меня проблемы. А проблема состояла в том, что моя служебная карьера требовала перехода на работу в область. При этом руководство не желало принимать в расчет ни мое семейное положение, ни сложности со здоровьем. Как известно, любое перемещение по службе создает проблемы даже там, где их нет. А уж если они есть, то начинают разрастаться, что и имело место в моем случае. Итак, я сидел в машине и напряженно ждал, когда же проснется батюшка. Мысленно я уже невольно осуждал отца Порфирия за то, что он так долго не просыпается и этим продлевает мои мучения. Вдруг вижу, отодвигается занавеска на окне в келье батюшки, распахивается створка окна, оттуда выпрыгивает отец Порфирий и быстрыми шагами направляется ко мне. Видно было, что он очень сердит. Я оцепенел. Подойдя к моей машине, батюшка начал силой стучать в окно и громовым голосом требовать, чтоб я вышел. Ты чего заперся внутри, словно после родов, и не даешь мне поспать? Ты для того сюда приехал, чтобы запереться внутри машины? Сходи-ка прогуляйся в лесу, да подыши свежим воздухом, чтобы легкие твои очистились и кровь пролила к мозгам. Пользуйся тем, что ты сейчас далеко от Афин, с их удушливым грязным воздухом, который настолько вреден человеческому организму, что больницы переполнены раковыми, сердечными и психическими больными. Походи по лесу, да посмотри, как мудро создал Господь этот мир. Пойди, подивись величию природы. Взгляни на холмы, поляны, лесные ущелья, горы, и оцени их, совершенство и мудрость их Творца. Разве ни о чем не говорит тебе гармония, разлитое в природе. Я вот старик, больной, однако 2-3 часа в день хожу, причем быстро. Вот вчера ходил больше 3-х часов по лесу, меня уже искать собирались. Сегодня, конечно, болят ноги, потому что я был нездоров и не выходил несколько дней, однако я не сдаюсь, потому что знаю, что ходьба полезна для моего сердца. И ты должен знать, что ходьба – лучшее упражнение для сердца. Более того, при ходьбе улучшается работа не только сердца, но и всего человеческого организма, и нервная система приходит в равновесие. А ты тут сидишь столько времени, запившись в машине, и плачешься на свою судьбу, беспокоишь меня, не даешь мне поспать. Да как же я вас беспокоил, батюшка, столько часов сидя в машине, я даже рта не раскрывал. Зачем же все это вы мне говорите и огорчаете меня? Разве не довольна с меня других расстройств? Не знаю, о чем ты говоришь. Я знаю одно, что ты столько времени меня беспокоишь. Ты постоянно твердишь, когда же он проснется, он же все спит. Какой сон? Разве ты дал мне поспать хоть минутку? Ты меня замучил. И не говори, что я тебя расстроил. Господь меня просветил прийти к тебе и сказать об этом. А поскольку дверь моей кельи была заперта, я был вынужден выпрыгнуть в окно, чтобы прийти к тебе. У меня не хватило терпения дождаться, когда открою дверь, потому что я должен был сию же минуту все тебе сказать. Вот Господь меня и просветил. Ты меня очень расстроил, поэтому я больше тебя не люблю. Уходи и не возвращайся. Языком, как известно, можно убить человека. А в устах святого батюшки такие слова звучали просто убийственно. И это те уста, которые всегда произносили слова сострадания и жалости всем, кто в них нуждался. Дело приняло серьезный оборот. Отец Порфирий не мог остановиться и продолжал сыпать свои безжалостные обвинения в мой адрес еще очень долго. Меня спасало то, что пережил шок от его последней фразы. Я пришел в такое замешательство, что уже не понимал его слов. А он все говорил и говорил, а я все слушал. Диалога в сущности не было. Совершенно не помню, в чем он меня обвинял. Помню только, что был он очень жесток по отношению ко мне. Он просто кипел от возмущения. Однако уважение и любовь к батюшке запечатали мои уста, и я терпел, не сказав ни слова в свою защиту. И еще помню, что проходя вместе со мной по саду скита, который не был еще приведен в порядок, он с силой выдирал встречавшиеся сорняки. Несмотря на заграждения, которые недавно были поставлены, желая таким образом показать мне, что работа и движение не только не вредят, но даже необходимы для поддержания здоровья. И каждую мою попытку воспрепятствовать ему в этой работе он резко обрывал, говоря, когда имеешь Бога, то ничего и не страшно. И еще, тот, кто боится упасть, всегда плетется в хвосте. Уже солнце клонилось к закату, а отец Порфирий все продолжал читать мне нотации на ходу, пока мы не дошли до огромной сгоревшей сосны. Кто-то срубил часть дерева, остальное оставил до следующего дня. Рядом лежал и топор. Как только батюшка увидел топор, он взял его в руки и начал рубить это огромное дерево. Тут уж я не выдержал. Я вырвал топор из его рук и закричал, «Что вы делаете? Вы хотите покончить жизнь самоубийством?» Отец Порфирий не сопротивлялся, как я того ожидал. Он сел на обрубок дерева и внимательно, с большим любопытством, стал меня разглядывать. Потому что, как он позже мне признался, он никак не ожидал, что я с такой легкостью смогу вырвать из его рук столь острое и опасное оружие. Конечно, он не знал, что уже в раннем детстве я много занимался рубкой леса, обеспечивая дровами всю нашу деревню. Я начал очень быстро, еще не остыл от полученного ужасного нагоняя, орудовать топором, пока не срубил остатки дерева и не разрубил их на части. Отец Порфирий был очень доволен результатами моей работы, в которую вылился весь мой эгоизм и самолюбие. В любом случае, мне нужна была разрядка, чтобы выйти из того ужасного состояния, в котором я тогда находился. Батюшка встал, подошел ко мне и сказал, «Смотри-ка, у тебя оказываются большие способности, только ты, к сожалению, не хочешь их использовать. Ты прекрасно нарубленных дров и так хорошо уложенных я еще никогда не видел. Даже самый лучший дровосек так бы не сделал. Это как раз то, что нужно для моей печки. Да ты и в самом деле способен на все, только не делаешь того, чего тебе не хочется. Вот почему я так плохо с тобой говорил. Я хотел, чтобы ты обрел свое прежнее состояние, освободившись от груза проблем. У меня не было другого выхода. Ты меня, так меня просветил Господь. Я вижу, что ты сложил оружие, и, конечно, не вовремя. Разумеется, я тебя очень расстроил, знаю, но я расстроился из-за тебя еще больше. И, как ты знаешь, я ведь очень болен. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я умер? Почему ты не отвечаешь? Я тебя спрашиваю. Ты хочешь, чтобы я умер? Я молчал. Уже темнеет. Прекрати работу, не то поранишь себя. Скажи правду, что ты сделал с крестом, который я тебе дал? Разве я тебе не говорил, чтобы он всегда был с тобой? Я сам его сделал, своими руками, дал тебе. Да знаешь ли ты, что это за крест? Я так долго держал его на святом гробе Господнем, и столь же долго на честном, животворящем кресте. Я тебе говорил, чтобы ты каждый раз, когда идешь ко мне, показывал мне его. Дай-ка я на него посмотрю. Молча я извлек крест из кармана и показал ему. Он взял его, перекрестился, поцеловал и вернул мне. Крест этот имеет свою историю. Когда меня перевели на работу в область, мне сообщили об этом телеграммой. В результате я вынужден был немедленно выехать, не успев сообщить об этом батюшке. У него в то время не было телефона. Когда через месяц я вернулся в Афины, я стал искать батюшку, но напрасно. Мне сообщили, что с ним случился инфаркт, и после недолгого пребывания в больнице он поселился в доме у друзей, которые за ним ухаживают. Адрес этого дома от меня тщательно скрывали. После того, как приложил сверхчеловеческие усилия, все еще, все же мне удалось отыскать отца Порфирия за пределами Афин. Я вынужден был ему все рассказать на исповеди, которая длилась достаточно долго. Исповедовал он меня в лесу. Когда и кому я говорил, чтобы меня от тебя скрывали, дитя мое? Видишь ли, мои духовные чадо делают все по своему усмотрению. И плохо делают. Отчего страдают другие мои духовные дети? А сейчас подойди ко мне, я прочту над тобой молитву, и все будет хорошо. Потом батюшка сказал, дай-ка мне вот ту вещицу, которую тебе кто-то подарил. Я ему отдал. Он многократно начал крестить ее, шепча какую-то молитву, а потом с силой бросил в лес. Теперь возьми вот этот крест, и он будет тебя хранить. И смотри, не потеряй его. Каждый раз, когда будешь у меня, ты мне его показывай. Ты слышишь? И действительно, всякий раз он просил показывать ему крест. То же было и при нашей последней встрече, прежде чем батюшка совершил свое последнее путешествие в вечность. Теперь у меня нет необходимости показывать ему крест. Он его видит оттуда сам. Ночной визит. Многие знавшие отца Порфирия были убеждены в том, что я его любимое духовное чадо. И действительно, нас с батюшкой связывало многолетнее знакомство. Мы с ним встречались несчетное количество раз и подолгу беседовали. И так было на протяжении многих лет. Однако у меня свой взгляд на этот вопрос. Я знаю, что батюшка меня очень любил, но ничуть не сильнее, чем я его. Я согласен с тем, что он был ко мне очень внимателен. И я пользовался его особым ко мне расположением. Но я категорически отрицаю, что был его любимчиком. Скорее, я был самым трудновоспитуемым его чадом. Эксплуатируя его любовь, я злоупотреблял его добротой и очень потребительски к ней относился. Да простит он меня за это. Кроме того, батюшка не разделял своих чад на любимчиков и нелюбимчиков. Он всех одинаково любил. Другое дело, что мы все без исключения, я первый, пытались заполучить место Иоанна. Какого Иоанна? До того, ученика Иисуса, Иоанна Богослова, которого он любил. И разумеется, одно дело мечтать или горячо желать чего-то, а другое то, что нам реально удается и что мы в конце концов получаем. Таким образом, все мои помыслы и мечты были направлены на то, чтобы занять место Иоанна возле отца Порфирия. И так продолжалось ровно до того момента, когда блаженный старец выпрыгнул из окна своей кельи в скиту для того, чтобы сказать мне то самое ужасное и незабываемое. Уходи и больше не возвращайся. Я тебя не люблю. После этого многое изменилось, ведь известно, кто был первым, будет последним, а последний первым. Счастливым стал кто-то другой. С того самого момента борьба за первое место, как бы мы сказали, сменилась борьбой за сохранение звания духовного чада отца Порфирия. Ведь он ясно тогда сказал «Убирайся и больше не приходи». То есть прогоняет не временно, но навсегда. Он как бы говорит «Я не желаю тебя больше видеть» и объясняет почему. Потому что не любит. Очень жесткая постановка вопроса. Поэтому и принять ее было чрезвычайно трудно. Ибо приказ исходил не от кого-нибудь, а от отца Порфирия, от святого человека. Будь это мой родственник или друг, я бы легче ему противостоял или же дал соответствующий отпор, так как я с детства научился угощать каждого из той же чаши, из которой угощают меня. Но как защититься здесь и что при этом делать? Положение мое было не из легких. Я решил испить эту горькую чашу до дна и потому отвечал молчанием, но оно, однако, говорило о многом. Очень о многом и лучше всяких слов. Итак, в тот злополучный день, погрузившись в молчание, переполненный чувствами печали, боли и гнева, я выехал поздно вечером из Китая и вернулся в Афины. Как я тогда добрался до дома и в котором часу лучше не спрашивать? Фактически с того дня мои дипломатические отношения с батюшкой прервались. Никакого контакта ни по телефону, ни в обычной общей с ним молитве. Сущий албанец, как привык называть меня батюшка, хотя я не верил в это. С того дня я сам вынужден был действовать, вступив в борьбу за преодоление свалившихся на меня трудностей, связанных с моим переводом по службе. Поэтому я немедленно воспользовался положенным мне отпуском, чтобы попытаться разрешить их так, как мне это представлялось. Но, увы, вдали от Бога и, конечно же, без молитв и предстательства батюшки перед Господом решение не находилось. Так проходили дни и ночи и все оставалось по-прежнему. Зато препятствий было предостаточно. Казалось, все двери для меня закрылись. В результате этих нервных потрясений у меня началась бессонница. К счастью, все тяготы мы делили вместе с женой, но с каждым днем положение наше только осложнялось. Как-то раз в одну из таких бессонных ночей, когда стрелки часов показывали далеко за три, жена, совершенно измучившись, наконец заснула. Заметив, что она спит, я внутренне высказал в ее адрес те слова, которые когда-то сказал Иисус своим спящим ученикам на горе Елеонской, вернувшись после молитвы. Он просил их бодрствовать вместе с ним, но с другой стороны, сколько же она могла терпеть. Она столько выстрадала вместе со мной. Как сказал Господь, дух бодр, плоть же немощна. Это последнее разочарование убедило меня наконец, что наступило время возвращения блудного сына, иначе говоря, я должен вернуться к своему духовному отцу, к отцу Порфирию. Но как вернуться чаду к отцу, который его прогнал самым жестоким образом, и к тому же не желал его возвращения, заявив, что он его не любит. Однако другого выхода не было, поэтому, уповая на батюшкина великодушие, которым я столько пользовался, я решил рискнуть вернуться к нему, надеясь, что и Господь Бог не оставит меня на пути моего подлинного покаяния. Я начал с того, что стал призывать на помощь отца Порфирия, как он меня учил когда-то, в самом начале нашего знакомства. И о чудо, известие было принято, и ответ был незамедлительным, мгновенным. Еще прежде, чем я успел высказать свою просьбу, он поспешил ее исполнить. Он пришел ко мне немедленно, на деле проявил свою любовь, несмотря на то, что сам в тот злосчастный день отрицал ее. Он начал гладить мои руки и голову, движения его рук спускались от лба вниз к основанию черепа. Они были такими безыскусными и мягкими, что напоминали ласку маленького ребенка, доставляя мне несказанную радость, упоение и счастье. В абсолютной тишине ночи я ощущал шелест моих волос, не спадающих после батюшкиного поглаживания. Я был совершенно неподвижен, боясь потерять эту тихую радость, это божественное объятие. Так продолжалось некоторое время. Придя в себя, я испугался. В поисках объяснения происшедшего я был обратился к жене, но она спала глубоким сном. И несмотря на все усилия, разбудить ее мне не удалось. Между тем, напавший на меня страх перешел к панику. Вообразите себе на моем месте и представьте, что две невидимые руки ласкают вашу голову в ночной тишине, и вы поймете, каково было мне тогда. Вдруг перед моим мысленным взором возник образ отца Порфирия, точно такой, каким я его видел последний раз. И как ни странно, я внезапно успокоился, все исчезло мгновение ока. Страх сменился тишиной, покоем и радостью. Остаток этой святой ночи, когда батюшка посетил мой дом, я провел радостным и успокоенным. А ведь это я задумал прийти к нему, но как говорится, если Магомед не идет к Горетту, Города идет к Магомеду. Наконец, я окончательно пришел в себя, осознал, как глубоко был неправ по отношению к батюшке, осуждая его в мыслях и в тот злополучный день и во все последующие дни. Где-то в глубине души я понимал, что не мог батюшка вот так в одну минуту вычеркнуть меня из своего сердца. Да еще по той причине, что я его беспокоил не словом или делом, но просто несправедливо. Если Иисус не отринул своего ученика Петра, который трижды от него отрекся в одну ночь, так мог ли батюшка отказаться от меня только потому, что я его мысленно побеспокоил. Господь не только не отринул Петра, но и поспешил к нему на помощь, когда тот находился в отчаянии после своего отречения. Скажите ученикам и Петру были его слова. Так и батюшка своим ночным визитом хотел уберечь меня от отчаяния и сомнения в том, смогу ли я оставаться его духовным чадом. Верю, уповаю и надеюсь, что он меня простил, несмотря на то, что я столько огорчал его, сам того не желая. Возвращение блудного сына и проект Скита после ночного от него от него ропот не скроется, даже тогда, когда он спит. Я-то полагал, что он действительно спит у себя в келье и не чувствует, как я с нетерпением ожидаю его выхода и дохожу до отчаяния. Но хотя здоровье батюшки было подорвано, он не знал покоя ни днем, ни ночью, ибо, как говорит Писание, я сплю, а сердце мое бодрствует. И так препятствий для моего возвращения к духовному отцу не существовало. Я должен был решиться. И я решился. В тот же день я отправился к батюшке. Как я оказался в Мелесе, сам не помню. Я прошел в его келью, но там его не было. Поискал в других местах, где он часто бывал, тоже нет. Тогда я спросил женщин, работающих при скытье, и они сказали, что батюшка находится на стройке и сам следит за строительными работами. Я направился туда и увидел, что он сидит на камне и наблюдает, как ведутся работы по проекту, который он сам разработал. Я издали пытался угадать, в каком батюшка настроении. Мне показалось, что в хорошем. По мере того, как я к нему приближался, он становился все радостнее. Когда же я подошел к нему совсем близко, лицо его просияло. Отец Порфирий встал и улыбаясь обнял меня, мы расцеловались. При этом оба очень волновались. Помолчали, потом я спросил, вам что-нибудь напоминает эта сцена, батюшка? Нет. А тебе? Напоминает. Что именно? Возвращение блудного сына. Ты к этому не имеешь никакого отношения. Ты никогда не был блудным сыном и никогда им не будешь. Единственный твой недостаток твоя ранимость. Ты совсем не выносишь, когда тебя обижают. Но ты в этом не виноват. Это у тебя наследственное. Таким же был твой родитель, отец Иоанн. Чрезмерная уязвимость устраивает тех, кто ею пользуется. И это, конечно, очень плохо. От излишней чувствительности все болезни. Поэтому постарайся от нее избавиться. Или хотя бы ограничить ее. Иначе ты нанесешь вред не только себе, но и своей семье, которая в конце концов ни при чем. И тебе не следовало подвергать свою жену мучениям, к тому же совсем бессмысленным. Что же касается оскорблений, то, конечно, кто же их принимает с удовольствием. А тем более ты, потому что ты горд, и другие тебя почитают, а не оскорбляют. Ведь и ты не обижаешь и не оскорбляешь людей. Все мы жертвы оскорблений, так как когда нас оскорбляют, страдает наше самолюбие. Что мы понимаем под словом оскорбления? Тебе это лучше известно. Это когда тебе наносят нравственный урон, разрушают твой авторитет в глазах людей. А как предусмотреть дитя моё такую ситуацию? Конечно, было бы справедливо, если бы никто никого не обижал и сам не обижался бы ни на кого. Однако это трудно. Но именно к этому стремится Христова Церковь. Бывают, правда, случаи, когда Господь попускает испытания нашего терпения и веры. И знаешь, чадо моё, почему? Потому что теоретически все мы веруем и всем нам можно поставить одну оценку отлично. Тогда как практически мы расточаем себя в мелочах и терпим крах. И очень мало таких людей, кто постигает основу веры. Ты теперь меня можешь спросить, ты-то, батюшка, выполняешь волю Господа? Что мне тебе сказать, чадо моё? Я всю жизнь положил на это и не знаю, достиг ли. Только он знает. Я уже тебе говорил, только милосердие его спасает нас. Но что ты всё ещё продолжаешь верить, что я тебя не люблю? И это после стольких лет нашего знакомства? Я молчал, надеясь, что батюшка продолжит свои откровения и скажет что-нибудь о своём ночном визите. Но он уклонился от дальнейшего разговора. Садись-ка вот тут со мной рядом. Я сел там, где он мне указал прямо у его ног и коснулся плечами его колен, как бы прося его любви, нежности, защиты и покровительства, в которых я так нуждался, особенно после того страшного испытания, которое перенёс. Так мы просидели около двух часов, наблюдая за работой экскаватора, которые копали большую глубокую яму. Наконец я спросил отца Порфирия, что он собирается делать на этом месте. Он ответил, здесь мы поставим цистерну для воды, как видишь она будет очень большая, 600 кубических метров, вполне достаточно, чтобы покрыть нужды скита. Над цистерной будет здание с кельями, но основные кельи построят вон там подальше и он указал место. После постройки кельи начнётся строительство церкви, преображение Господня. Храм планируется очень больших размеров, так что его купол будет виден с побережья. А внизу храма устроим большой актовый зал для чтения лекций. В центре зала поставим кафедру для выступающих, профессоров университета и других учёных, специалистов и теологов. Надеюсь, их лекции принесут пользу слушателям. Здесь мы создадим духовный центр, благодаря которому спасутся тысячи душ. Вон там, напротив, будут построены туалеты для приезжих, так как сюда будет приезжать очень много народу со всей Греции и из-за границы. Как ездят теперь к Божьей Матери на остров Тенос и на Егину к святому Нектарию, так и сюда будут приезжать. А вот тут построим усыпальницу. Она будет находиться почти под землёй и спускаться туда можно будет по ступеням. Она станет местом захоронения множества усопших святых, которые будут монашествовать в этом скиту. Знаешь, где именно? Как раз в том месте, где мы похоронили одного новорожденного младенца ангелочка. Я тебе показывал это место во время одной из прогулок. Но теперь самое главное это постройка келей, чтобы мы могли принимать людей, потому что зимой начнутся снегопады, будет холодно и сыро. А так как церкви у нас нет, люди будут вынуждены из скита ездить в районный храм или в Мелессе. Теперь, батюшка, когда вы сказали, что здесь будет церковь, я хотел бы сделать вам одно предложение. Какое же? Послушаем. Позвольте мне сделать икону преображения Господня для новой церкви. Нет, потому что все иконы будут написаны на Афоне. Они должны быть выполнены в едином стиле. А теперь идем, что-то я себя неважно чувствую. Очень устал, пора обедать. А потом придет народ и я не успею отдохнуть, а мне это необходимо. Так, не спеша, мы дошли до домика на колесах. Батюшка поел, прилег отдохнуть, а мне дал книгу, чтобы я не скучал. Вскоре он заснул, а я стал читать и вместе с тем наблюдал за ним. Прошло довольно много времени. Батюшка лежал неподвижно. Я же чувствовал себя неловко. Подошел к нему ближе, чтобы посмотреть, дышит ли он. Но и дыхание не было слышно. Тогда я поискал пульс на его руке. Пульса тоже не было. Я начал волноваться. Вышел из кельи, надеясь найти кого-нибудь из скидских сестер. Но, к несчастью, никого не было, так как в этот час все обычно отдыхали. Я вернулся в домик к батюшке и нашел его в все том же состоянии. Я поднял его руку, но она упала, словно парализованная. Тогда мое беспокойство достигло апогея. Я изо всех сил начал его расталкивать, чтобы он проснулся. Но это не помогло. Отец Порфирий проснулся тогда, когда сам захотел. А выглядел он посвежевшим и совершенно спокойным, словно ничего не произошло. Он улыбнулся мне и начал говорить с большим воодушевлением. Я же после пережитого шока не мог уловить ход его мысли. Странный это был сон. Не физиологический, а скорее похожий на смерть. Я самоубедился, что ни один из основных органов его тела не работал. Конечно, я не врач, но все же я в состоянии понять, дышит ли человек и есть ли у него пульс. У отца Порфирия отсутствовало и то, и другое, и дыхание, и пульс. Я до сих пор думаю, что в тот момент батюшка находился в каком-то другом состоянии, в другом мире, в другой жизни. На кровати лежало только его тело, а дух его отсутствовал. Я в этом абсолютно уверен. Все эти события, включая его ночной визит в мой дом, страшно меня взволновали. И не просто взволновали, но и напугали. Поэтому, очевидно, отец Порфирий единственный раз в жизни настоял на том, чтобы я в него остался. Несмотря на то, что я торопился, надеясь добраться до дома засветло. Вот такой выдался денек. Я намеренно избегал разговора о его ночном визите, хотя батюшка этого ждал и вызывал меня на откровенность. Но то, что не произнесли уста, можно было понять по глазам. И если на самом деле отец Порфирий имел Божий дар читать мои мысли, то я и умел читать его в глазах больше того, что он говорил, и я. В конце концов, все закончилось очень хорошо. Наши недоразумения и размолки ушли в прошлое. Настойчивость и бутыль. В течение многих лет меня занимал один очень важный вопрос личного характера. Я никак не мог его решить и батюшке из-за этого не давал покоя. При каждой нашей встрече мы должны были хоть несколько слов сказать на тему, известную нам обоим. Разумеется, каждый раз батюшка пытался меня успокоить, несмотря на то, что и сам видел все препятствия, которые стояли на пути разрешения этой проблемы. Батюшкины отговорки меня не устраивали, хотя мы подолгу беседовали об этом. Батюшка приводил много серьезных и мудрых аргументов, а я имел дерзость возражать ему, говоря, батюшка, ну не убеждайте меня, а все равно не убедите. Отец Порфирий тогда очень расстраивался, хотя и я расстраивался, не меньше, чем он сам. Порой мое огорчение переходило к границе разумного, и я упадал в отчаяние. Я понимал, что это моя личная проблема, и решение в будущем не предвидится. Батюшка с помощью благодати Божьей видел, вернее, прозревал безнадежность моего положения. Однако, моя настойчивость становилась требовательной, претензиям моим не было предела. Я доходил до того, что уже не просил у Бога, а требовал, чтобы он разрешил мои трудности. Вдобавок, я требовал еще и отчета, почему он запаздывает. Как ни печально, но все, к сожалению, было именно так. Понимая ситуацию, старец Порфирий имел намерение меня образумить. Однажды он предложил прогуляться вместе со мной по лесу, так как, по его словам, он долго не выходил на воздух. Однако, как оказалось, цель у батюшки была иная, а прогулка была лишь предлогом. Итак, мы шли рядом по сосновому лесу, и отец Порфирий говорил мне о величии Божьем, которое выражает вся природа, о том, что это величие проявляется и в самом малом кустике, и в высочайшем дереве. И вдруг, обернувшись ко мне, он спросил, Можешь ли ты мне сказать, сколько иголок на этой сосне? Миллионы. Миллионы. Да, но я хотел бы знать точно. Ну, чтобы сказать точно, надо бы на их сосчитать. Никогда ты не сможешь их сосчитать, даже если всю свою жизнь посвятишь этому. И не только потому, что они бесчисленны, что их миллионы, как ты правильно заметил, но и потому, что каждый раз у тебя получались бы разные результаты. Так вот, ни ты, ни я этого знать не можем и не узнаем никогда. Только Бог знает, даже не считая их. И Он знает количество иголок не только на этой сосне, но и на каждой из них. Ему ведомо также, сколько листьев на каждом дереве, большом или малом. И что самое важное, Он наблюдает за ними и хранит каждое из них со дня рождения до дня гибели. И Он знает, когда каждая из деревьев упадет. Так же точно ему ведомо, сколько волос на твоей и моей голове, сколько волос на голове у каждого человека. И ни один волосок не упадет без того, чтобы он этого не знал, а в особенности, если не будет, на ту волю его. Итак, если Бог знает такие маловажные вещи, как число листьев на деревьях, число волос на голове каждого человека и заботится обо всем, то может ли быть, чтобы он не знал о твоей проблеме? Более того, чтобы он был безразличен к ней? Конечно, нет. Тысячу раз нет. Следовательно, что происходит? Я не знаю, батюшка, вы мне скажите, что происходит? Почему я тебе должен это говорить? И почему сам ты этого не понимаешь? Ты ученый, ты сын священника, ты вырос в церкви, твой родной отец, отец Иоанн, святой человек. Он ежедневно учил тебя нашей святой вере. Ты столько книг прочел и столько лет являешься моим духовным сыном. И однако до сих пор не понимаешь, почему в таких случаях Господь отказывается нам что-либо дать. Я молчал. Так вот, когда Бог нам чего-то не дает, а мы продолжаем от Него упорно требовать, то Он молчит. И это случается по двум причинам. Либо Он нам не дает чего-то ради нашего блага, либо мы не знаем, что и когда просить у Него. Не исключено, что в данном случае обе причины имеют место. Что касается первой причины, то никто не может сказать, почему Бог не откликается. Ибо пути Господни неисследимы и неисповедимы. Поэтому мне нечего тебе сказать. Что же касается второго, то я мог бы многое тебе объяснить. Прежде всего, когда мы чего-то просим у Господа, мы не должны упорно говорить «Сейчас я хочу этого». Это не только недопустимо, но и есть великое неуважение к Создателю нашему. Кто ты такой? Или, если хочешь, кто я такой, что мы могу требовать что-либо от Господа? Да еще назначать ему время, когда он должен это сделать. Но, батюшка, я не требовал и не ставил временных пределов, вы же знаете, но вопрос мой затянулся. Именно причину задержки я тебе и объясню. В течение определенного времени мы чего-то просим у Бога, но когда видим, что Бог нам отказывает, мы перестаем просить и беспокоить Его, поскольку чем больше мы требуем, тем дальше Он отходит от нас. Поэтому мы должны перестать требовать, и когда мы уже почти забудем об этом, оно само придет. И мы даже не поймем откуда, потому что Бог не забывает. Он принял от нас просьбу, Он ее знает, увидит, что настало время исполнить ее, Он нам дарует просимое. Итак, мы не должны требовать у Бога то, чего хотим, и тогда, когда хотим. Настойчивость в этих случаях противопоказана. Когда человек упорствует, как ты, например, это до добра не доведет. Вообще-то, чадо мое, я хочу, чтобы ты понял, мы не должны настаивать на том, чтобы Бог изменил свою волю. Мы должны все предоставить Его святой воле. Упорство же наше подобно погоне за тенью. Сколько бы ты не бежал за ней, ты ее не поймаешь. Бежишь ты, убегает она. Ты понял, чадо мое, что я тебе сказал об упорстве? Понял, батюшка, но я не могу согласиться. Тогда я приведу тебе один пример, и ты согласишься со мной. Возьмем большую бутыль, имеющую такое отверстие, что туда свободно может войти твоя рука и разумеется выйти обратно. Но если ты держа руку в бутыле, сожмешь ее в кулак, то сколько бы ты не старался вытащить ее из бутыли, ты не сможешь этого сделать. Ты можешь упорствовать дни, месяцы, годы, но безрезультатно. Однако, как только ты разожмешь кулак и раскроешь пальцы, твоя рука выйдет из бутыли так же свободно, как и вошла внутрь. То же и с твоей проблемой. Чем больше ты настаиваешь на ее решении, тем больше она удаляется от тебя. И помни, что я тебе скажу, если ты хочешь, чтобы твоя проблема успешно разрешилась, перестань упорствовать. Бог знает твои обстоятельства. Ты сделал запрос ему решать. Жди его ответа спокойно и с верой. Если ты будешь так поступать, то дождешься положительных результатов. Если же будешь настаивать на своем, то результат будет обратным. я тебе советую, перестань заниматься своим вопросом сам, если ты хочешь, чтобы ты им занимался Бог. А как же стучите и отворят вам, просите и дано будет вам. Как с этим быть, батюшка? Разве к моему случаю это не подходит? Если я перестану стучать в дверь Божию, то кто же мне ее откроет? И если я перестану просить, кто мне даст? Это зависит от того, как ты стучишь, чтобы тебя открыли. И опять же, как ты просишь, что тебе дали. Если, например, ты стучишь нагло и с угрозами, будь уверен, что дверь для тебя не откроется никогда. И даже если она откроется, то не жди, что тебя примет хозяин, скорее всего тебя и забьют. Если же ты будешь стучать в дверь деликатно и умоляюще, то она широко перед тобой распахнется, и хозяин дома окажет тебе всяческое гостеприимство. Ведь так же и здесь, на грешной земле. Если ты требуешь и угрожаешь, то никогда ничего не получишь. Если же ты просишь деликатно и умоляюще, то сразу получишь просимое. В еще большей степени это относится к Богу. Он ни от кого не принимает ни давления, ни наглости, ни тем более угроз. Горе тому, с кем такое случается. Теперь видишь, что недостаточно просто стучать, но надо стучать так, чтобы нам открыли. Так и у Господа. дело не в количестве наших прошений, а в том, как мы подаем их Ему. Тогда, батюшка, почему же вы не попросите у Бога удовлетворить мою просьбу, если вы так хорошо знаете, как надобно стучаться в дверь, как просить и имейте перед ним великое дерзновение. Потому что, чадо мое, и я не хочу настаивать перед Богом и тебе не советую. Никогда в молитвах не принуждай Господа, прояви выдержку и терпеливо жди, и увидишь, какую пользу тебе это принесет. Отец Порфирий применяет местную анестезию. Когда отец Порфирий был еще молодым и служил в храме Святого Герасима при Афинской больнице, у моей старшей сестры Екатерины случалась неприятность. На лице появился Форункул. Он ее очень беспокоил не только потому, что был болезненным, но и своей неэстетичностью, потому что образовался на самом видном месте. Увеличиваяся кровоточа, он вызывал у сестры невыносимые страдания, не только физические, но и душевные, так как время шло, а болезнь не проходила, наводя ее на самые грустные размышления. По этой причине она посетила множество врачей-дерматологов и врачей других специальностей, но результат был нулевым. Каждый из врачей либо соглашался, либо не соглашался с диагнозом других и ограничивался заменой одних лекарств и мазей на другие, настаивая при этом на повторном обследовании. После таких мучительных процедур сестра наконец попросила меня, чтоб я отвел ее к отцу Порфирию. Ее настойчивость и беспокойство заставили меня исполнить ее просьбу, которая к тому же стала и моей просьбой. На следующий же день мы отправились к нашему батюшке. У него был такой вид, словно он нас ожидал. А, это ты, Екатерина? Какая же ты чувствительная, словно сам отец Иоанн. Ничего ты ему не оставила, да благословил тебя Господь. Что ты так расстраиваешься и беспокоишься? Имея в своем доме святого, своего отца, вы еще и боитесь? Тогда что же говорить о других? Теперь иди сюда, я прочну над тобой молитву, и все будет хорошо. Он пошел с ней в исповедальню, перекрестил ее крестом, в котором находилось честное древо, и сказал, пойдем ка с тобою поликлинику, чтобы и врачи тебя посмотрели. Нет, батюшка, я больше не хочу к врачам, я от них устала. Я пришла к вам, чтобы вы меня перекрестили, а вовсе не для того, чтобы опять связываться с врачами. наоборот. Наука и религия сосуществуют, дополняя одна другую. Наука без веры осуждена на неудачу. Ученый, который не верит в Бога, может только зло причинить. Особенно тесно связана с нашей верой медицина. Вы не замечали, что некоторые врачи, выписывая рецепт, ставят две вертикальные и две горизонтальные линии. Знаете, что это означает? Екатерина молчала. Ты, Анаргире, можешь нам это объяснить? Спросил он, обращаясь ко мне. Да, батюшка. И что же? С Богом. То есть, с Богом. Да, тебе нужно врачом быть. Все-то ты знаешь. Видите, с чего начинают врачи? Дают вам лекарства, но прежде призывают на помощь Бога. А когда лекарства ничем не могут помочь, тогда не тело болит, а душа. А терапию души мы обретаем только у Христа. Понимаешь, Екатерина? Душу нашу исцеляет только Христос. Идем теперь к врачу, чтобы сделать тебе прижигание. Взяв нас обоих за руки, он повел нас через особый вход, соединявший храм с поликлиникой в дерматологическое отделение. Пока мы шли все встречные приветствовали батюшку, выражая свою любовь и уважение. Врачи, медперсонал, служащие, а также больные спешили поцеловать его руку и получить богословение. Чтобы не мешать этим горячим проявлениям чувств, которые меня поразили, я был вынужден идти на некотором расстоянии от батюшки. Отец Порфирий вошел с моей сестрой в дерматологическое отделение, а мне посоветовал подождать на вестибюле, так как я, по его словам, малодушен и не смогу видеть операцию. Врачи полностью подтвердили диагноз батюшки немедленно делать прижигание, но не согласились с ним только в одном. Каким образом делать эту операцию? Они настаивали на местной анестезии, потому что операция болезненная и довольно длительная. Сестра моя была не против, батюшка же с ними не соглашался. Делайте операцию, сказал он врачам, я буду держать ее за руку и она не будет чувствовать боли, даже и не поймет ничего. И действительно, как потом мне рассказывала сестра, отец Порфирий встал со стула, подошел к операционному столу и с чувством полной уверенности в себе взял ее руку, пощупал пульс и предложил начать прижигание. Врачи смотрели на него в остолбенении, он однако настаивал. В конце концов они подчинились. Прижигание делали согласно указаниям батюшки и без всякого наркоза. Скорее всего, анестезию делал батюшка, держа сестру за руку и наблюдая за пульсом во время операции. По словам Екатерины, с того момента, как батюшка взял ее за руку, она почувствовала какое-то внутреннее изменение. Страх сменился необходимым мужеством, трепет небывалым спокойствием, быстрый пульс стал ритмичным. Что касается боли, то она ее не чувствовала. Скорее появилось чувство эйфории и она ощущала лишь запах гари от сжигаемой плоти. Вообще у нее было чувство полной отрешенности, как будто все происходит не с ней. И так в продолжении всей операции. Когда все закончилось, дверь германологического отделения открылась и я увидел отца Порфирия, держащего за руку мою сестру. Оба были радостными и успокоенными. Все закончилось благополучно по твоим молитвам о Наргере. Не понадобились ни анестезия, ни болеутоляющие уколы, ни что-либо другое. Бог был с нами и не дал ей почувствовать боли. Ну а теперь с Богом и да благословит вас Господь. Игорь Негода